Долгое время о существовании этого спецотряда знали только посвященные. Сейчас его название стало уже всемирно известным брендом «Альфа». Пять, четыре, три, два, один, в сторону, в сторону. Там не будут снимать, как ты умираешь. Там нужно просто делать свою работу ценой своей жизни. Потому что ты знаешь, ради чего ты это делаешь. «Альфа» – элита спецназа. Эти парни всегда оказываются там, где беда, где кровь и страдания людей. На том рубеже, где помочь могут только они. Наши жены не знали, где мы служим и чем мы занимаемся. Секретность, внезапность и суперпрофессионализм – это «Альфа». Я открыла дверь, увидела, что они стоят. Первый вопрос – он живой? Они сказали – да. Я говорю – куда ранение? Они говорят – в голову. Почему добровольцы готовы пройти через любые испытания, лишь бы быть зачисленными в этот отряд? Хотя ценой выполнения приказа может быть их собственная жизнь. У нас одна группа крови. Группа крови – это группа А. То есть где бы ты ни был, если ты служил в группе А, ты мой брат, мой друг, и я всегда тебе готов помочь. В группе Альфа иногда шутят. Мол, если через 10-15 лет спецназовского стажа здоровье, как у молодого, значит, плохо служил. Здесь принято выкладываться на все 100. Даже в отпуске бойцы всегда находятся на связи и по первой надобности обязаны прибыть на место постоянной дислокации группы. У нас даже жены не знали, где мы служим, когда мы поступили в группу А. То есть кто-то был там в Министерстве обороны, кто-то в каком-то там НИИ. По крайней мере, жены до определенного момента, пока это все не было в какой-то степени раскрыто после 79-го года, это вообще никто не знал, в каком подразделении мы служим. Изначально этих ребят готовили для выполнения супер-секретных заданий. В первую очередь против международных террористов. Но в 90-е годы ситуация изменилась. Горячие точки одна за другой стали возникать уже в России. Сергей Бугаец был водителем обычного рейсового автобуса. Работа молодому парню нравилась, и менять он ее не собирался. Но вот однажды на конечной остановке к Сергею подошел незнакомец. Нам как раз нужен был водитель со всеми категориями, чтобы автобус мог водил, и УАЗик, и БТР, и все. Начали искать, как мы ищем, путем личного общения. Я потратил целую неделю, чтобы поехать на рейсовых автобусах. Естественно, взял картотеку всех, которые служили в специальных подразделениях, и смотрел. Незнакомец предложил Сергею пройти испытания в секретный спецназ ФСБ. И водитель автобуса, в юности отслуживший в войсках ВДВ, не растерялся. И он мне как-то, ну, из-за угла начал со мной вести такой разговор, что не хотел бы ты, ну, свою, как бы, жизнь, ну, посвятить другому делу. Ну, баранку же, не будешь всю жизнь крутить. Что-то у меня в сердце ёкнуло, какой-то внутренний, не знаю, голос подсказал, что надо попробовать. Я даже не знаю, от чего, как это произошло. Он говорит, я, в принципе, готов, что для этого надо сделать. Что надо сделать? Надо пройти испытания. К будущим бойцам начинают присматриваться ещё с курсантских погон. В группу, как правило, попадает один из десятка кандидатов. Многочасовые тренировки, пять дней в неделю, а когда надо, и без выходных. Главным условием для зачисления в Альфу всегда было и будет чёткое понимание кандидатам характера предстоящей службы. Каждый должен осознавать, на какие жертвы предстоит идти. И если в глазах новичка угадывается даже малейшее колебание, его кандидатура отклоняется. Были элементы рукопашного боя с разными партнёрами, физической подготовки, где нужно было и отжаться на время, сделать и жимы всякие различные. И тогда, я помню, пришёл домой после этого тестирования, так называемого, с поломанными ребрами. Вот, моя супруга не даст соврать. Ну, сказала, быстро к хирургу на приём. Потому что я попросила, говорю, сделай вдох. Не могу, я говорю, быстро к хирургу. Значит, я говорю, ребра сломали, да. Но было весело. Первая боевая командировка в ноябре 96-го в Дагестан, когда террористами был взорван жилой дом в Каспийске. Тогда под его завалами оказалось 106 человек. 67 из них погибли. Это в основном офицерские семьи пограничников. Нас подняли по тревоге. 20 человек. Мы вылетели бортом с военного аэропорта. И вот полностью мы были на вооружении. Полное у нас была ситуация жуткая. Дом почти весь разрушен. И приходилось много зачисток делать по выявлению этих людей, боевичков. Бойцы Альфы действуют как скорая помощь. Они всегда первые на месте ЧП, чтобы по горячим следам найти, обезвредить или ликвидировать террористов. Так было в первую командировку в Каспийск. Так было и в последующие 7 лет службы Сергея Вальфе. Хоть и говорят, что войны нет, но на самом деле она идет, необъявленная. Переместилась с территории Чечни в соседние республики. Это и Ингушетия, и Карачаево, Черкесия, конечно, Дагестан, где практически каждый день проходят операции по обезвреживанию главарей формирований террористов, которые сеют страх и угрозу на той территории, где они находятся. В 2003 году Сергей Бугаец получает серьезные ранения в голову. Это означало конец службы. Говорит, до сих пор не понимает, как вообще остался жив. Город Аргун. Мы в сопровождении нашего БТРа выехали на задание. Мы были брошены в помощь внутренним войскам. Моя задача была прикрывать тыл, то есть со стороны двора. Тут очередь пошла. И полностью бронежилет, каска была, все выдержала. А вот одна поля была именно моя. Когда Сергея вынесли из поля боя, каска его была полна крови. Невозможно было даже определить, дышит ли он. На базу сообщили, у нас 200-й, то есть погибший. Но он еще был жив. Первым же самолетом отправили товарища в госпиталь, в Моздок. Врачи говорили, что шансов мало, но сделаем все возможное. Что мне особенно население залегло. Когда мне сказала потом жена, что бойцы, даже все, которые раньше не ходили в церковь, все, кто был тогда не на дежурстве, все пошли в церковь, я почувствовал эту подпитку, вот эту духовную поддержку со стороны своих бойцов, которые в меня верили, как верили врачи. Очнулся Сергей уже в московском госпитале. После полутора месяцев комы. Тогда он впервые почувствовал отчаяние. Понял. Парализован. Меня учили говорить буквально по буквам. То есть я не мог начать разговаривать. Я помню, как вот, Сережа, скажи вот так, по слогам. Буквально я вот, я даже начал нервничать там. Ну что, мне издеваются разговаривать, что ли. Яна, она вот, я тогда удивился, сколько у женщины может быть сил. Она сутками не спала. И она сказала, Серега, постарай, повторял, Серега, мы вытянем. Серега, мы выживем. Серега, мы будем еще бегать, ездить на машине, там, на природу кататься. Все будет хорошо. Сергей признается, тогда он абсолютно не верил, что когда-нибудь, не то что на ноги встанет, рукой сможет пошевелить. И как жить дальше? Открывается дверь в палату, заходит, значит, врач в белом халате, затаскивает такую рамку на колесиках. Меня прям буквально за шкирку поднимает. Я говорю, куда, куда у меня, я настолько привык лежать, что для меня это было просто таким, видимо, шоком таким. Он говорит, Сережа, пора уже нам подниматься тебе. Когда уже я выписывался, я уже выходил из госпиталя с костылем, но своими ногами уже без поддержки людей. Теперь оставалось одно. Ему, инвалиду, вновь начать жизнь сначала. Хотя бы ради своих детей. И Сергей справился с этим. Мы еще вернемся к его истории. В 1972 году во время Олимпийских игр в Мюнхене террористы палестинской организации «Черный сентябрь» взяли в заложники спортсменов и судей из райской делегации. В результате неумелых действий германских полицейских, которые рассчитывали захватить террористов в аэропорту, все 11 заложников погибли. Буквально затаив дыхание, за этой операцией следил весь мир. Страшно было даже подумать. Не дай бог, нечто подобное случится в Москве. А у нас не было такой специальной группы для освобождения заложников. Никогда до этого не было. Тогда у нас терроризма не было. Олимпиада 80-го года должна была пройти в Москве. Чтобы встретить ее во всеоружии, председатель КГБ Юрий Андрохов подписывает приказ о создании группы А, особого подразделения по пресечению террористических и диверсионных акций. Эти отголоски Мюнхенской, естественно, выходила. И на Олимпиаду 80-го года все прекрасно понимали, что мы должны обеспечивать, Советский Союз должен обеспечивать безопасность данной Олимпиады. Долгое время зачисленными в группу могли быть только офицеры КГБ. Конкурсный отбор был жесточайший. Первые 30 человек в этом отделении подобрал я лично. Нужны были в обязательном порядке в этом отделении люди не только преданные нашей Родине, честные, добросовестные, положительно себя зарекомендовавшие в борьбе со всякими, так сказать, проходимцами, да, но и физически подготовленными ребятами, готовые отстоять и проявить себя в нужном плане. Первую базу нового отряда временно разместили прямо в борцовском зале на Новослободской улице в Москве. Здесь бойцы дежурили и спали на раскладушках. В течение месяца они получали оружие и экипировку. И готовили к выполнению сложнейших заданий. Это первая фотография альфовцев. Бойцами альфы, к сожалению, не рождаются, а становятся через большой тяжелый труд. Тренировки, 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 еще раз тренировки. Помню, когда мы самолет штурмовали, мы до этого уже столько делали штурмов этого самолета. В новой деревне тогда стоял самолет, мы его там весь изуродовали нашими штурмами. А потом вот настал момент, когда надо было сделать именно так. И мы сделали. Это случилось в сентябре 86-го. В Уфе трое военнослужащих внутренних войск убили караульного, расстреляли наряд милиции, захватили оружие и проникли на борт самолета. К ним отправили профессиональных переговорщиков. Сработал. В результате в обмен на наркотики террористы отпустили заложников. Стюардесса из рук забрала у них пулемет, из которого потом один был уничтожен, второй ранен. Отработана была классически. То есть переговоры группы захвата шли как из кабины, так и с крыльев. Уфимская операция, она показатель того, что соотношение сил, средств, возможностей и как раз переговорного процесса дали положительный результат. Бойцы Альфы должны быть готовы в любую минуту выполнить самый немыслимый приказ. Десантироваться в горах или пустыне, захватить плацдарм, незаметно для противника провести операцию в открытом океане, без шума снять охрану, освободить заложников, уничтожить террористов в любой точке мира. И желательно без потерь вернуться домой. Остаться при этом незамеченными – важнейшая задача. Сегодня уровень нашей подготовки таков, что реально можем выполнить все задачи, кроме выполнения задачи в космосе, поскольку такой задачи нам еще не стояло. А так, вода, под водой, воздух, транспорт, объекты – все это в зоне нашего внимания. Сегодня группа А – это уже исторический бренд. Летом 1996 года всем составом группа вместе с другими подразделениями спецназначения вошла в антитеррористический центр ФСБ России. Необходимость такого слияния была продиктована крайней нескоординированностью отечественных антитеррористических служб при попытке освобождения городской больницы в Буденовске летом 1995 года. Здесь мы столкнулись с ситуацией, которой не сталкивалась ни одна спецслужба мира, когда до двухсот террористов, причем обстрелянных, хорошо вооруженных, с заминированными подходами, с каждым окном, как бойницей огневой, и две тысячи заложников. Тогда бандиты Шамиля Басаева под угрозой расправы заставляли беременных женщин, детей и стариков становиться к окнам и, прикрываясь таким вот живым щитом, вели стрельбу по российским военнослужащим. Даже альфовцы не имели опыта действий в подобной обстановке. Честно говоря, штурм этой больницы было бы нереально сделать, ну, мы бы все, может быть, погибли бы, но погибли бы и заложники, потому что она вся была на самом деле в растяжках. Им приказывали то штурмовать больницу, то отступать. Под шквальным огнем они не успевали вытаскивать раненых. Даже когда моделировали, ну вот ты входишь в коридор больницы, а там, ну, стоит, лежит, сидит сотни человек. И там разобраться, например, с опущенным забралом, пылу, с перешкаливающим адреналином, когда там только что вышел из-под огня, вошел в помещение, надо тебе разобраться, кто из них заложник, кто терроризм. Бойцы не понимали логику высшего командования. Это что, хитроумный план, растерянность или предательство? Ошибка в этой ситуации то, что напрямую с Басаевым стал общаться Черномырдин. Непреких условиях руководители государства, руководители правительства не должны вести прямые переговоры с террористами. Тогда банде Басаева был предоставлен транспорт для отхода из Буденновска. Во время противостояния потери понесли и бойцы Альфы, и мирные жители, многие из которых были убиты, когда отказывались выполнять требования террористов. Команды на решительный штурм группа А так и не получила. И до сих пор это вызывает много вопросов. Была надежда на то, что будет команда, когда дали команду на коридор людям Басаева уходить, их вывели, что где-то мы, люди были готовы, чтобы их уничтожить. Мы знали, по какой дороге будут ехать, это эти автобусы. Но команды не было, людям дали зеленую коридору, а они уехали. После этого террористы осуществят еще не одну кровавую акцию. Село Первомайское в Дагестане. Взрывы домов, захват школы в Беслане. Утром 1 сентября 2004 года, во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, банда террористов захватила и согнала в здании средней школы 1128 детей, их родственников и учителей. В Беслан вместе с другими спецгруппами были немедленно переброшены и бойцы Альфы. Среди них был и Олег Ласьков. После армейской службы он решил продолжить службу в Альфе. Готовился, тренировался. Мало кто знал, он дал себе слово отомстить за погибших в армии сослуживцев. Для него это стало делом чести. На Пасху в храме, помню, было в руках две свечи, то есть нужно там ребят помянуть поставить. Понял, что там кто-то из знакомых или из друзей, видно, погиб. То есть, ну, вопрос не стал задать, потому что, ну, как минимум, это некорректно, неправильно. Если надо, то сам расскажет. Родные знали, что Олег служит в Альфе. Но почему-то за него не беспокоились. У сына было столько планов. Вот-вот должен был сыграть свадьбу, собирался построить дом, думал о детях. Ему было 23 года. Он рассказывал, естественно, о своей будущей жене, о Татьяне. То есть, очень у него высокие чувства были к ней. Свадьбу он сделал красивую. А через неделю после свадьбы приказ вернуться в расположение отряда. Реально был железный человек. Ну, в этот день я увидел грустное в лице. И когда он попросил передать, если что, документы и деньги, которые он оставлял мне, то есть, я, ну, по-дружески сказал, Олег, ты, пожалуйста, такие вещи не говори. Приедешь, все сам передашь. Но он промолчал в этот момент. День знаний навсегда останется для Беслана и всей страны днем скорби. Три дня школьники, их родные и учителя находились в раскаленной от жары школе без еды и воды. Террористы периодически для острастки расстреливали нескольких заложников. Остальных заставляли строить баррикады на случай внезапного штурма. Ребята под дулами автоматов строили, а сами продолжали надеяться на выручку наших солдат. Неожиданно на третий день захвата школы в здании прогремел взрыв. Жара, температура и тот скотч, которым крепились взрывные устройства, он просто расплавился и произошел взрыв. А здесь уже, ну, все, деваться некуда. Помимо погибших, там, десятки были раненых. И думать там о каких-то координированных действиях по освобождению уже не было. Надо было идти вперед и спасать живых. Вместе со всеми школьников спасал и Олег Ласьков. Он бежал по лестнице и нес на руках двух маленьких девочек. Террористы стреляли ему в спину. Ничего там, мало-то был. Третий он погиб. Без планет. Я ничего не знала. Просто вот по телевизору показывали, что детей там защищают. Мама Олега и не догадывалась, что там, в Беслане, под пулями террористов, ее сын. Как и обычно, она ждала его домой из командировки с празднично накрытым столом. Ждали Олега и товарищи, которые еще недавно гуляли на его свадьбе. Но в маленький домик в Липецкой области приехал друг Ласькова, Сергей Бардаков, чтобы сообщить матери страшную весть. Ее сына больше нет. Когда мы приехали к нему, то есть, когда жена и родители увидели меня и его командира, что рядом нет Олега, молча все поняли, что он больше не приедет. Сейчас на родине Олега, в селе Васильевка, его именем названа улица, где стоит дом Ласьковых. В школьном музее хранится его парадная форма. Рожок от автомата, фотографии и кепка со значком «Альфа». Он был взрослый человек, и он обязан был защищать ребенка. По-другому он поступить просто не мог. Рядом со школой односельчане посадили липовую аллею. Двадцать три липа. Столько лет прожил Олег. Его мать часто приходит сюда. Иногда ей кажется, что между этих лип она видит своего сына. Как незаживающая рана надпись на стене полуразрушенной школы в Беслане. «Альфа вымпел. Спасибо за то, что спасли наших детей». Три офицера Альфы погибли, вынося из этого ада детей Беслана. Позже организаторы этих терактов были ликвидированы. Алексей Филатов, прошедший путь от дешифровальщика до бойца штурмовых групп, говорит, что никогда не испытывал такого опустошающего чувства собственного бессилия, как в дни Буденновска и Беслана. Наверное, только после проведенных спецопераций, особенно после того, когда приходится проводить последний путь своего боевого товарища, люди начинают понимать, куда они пришли служить. Вот тебе нужно шаг сделать, или два шага вправо, и ты должен, даже несмотря на то, что оттуда стреляют, надо туда сделать два шага, иначе под вопросом вся операция. Иначе тот, который идет за тобой, он не может пройти пять шагов вперед, как это было по плану намечено. Вот это, знаешь, страшнее. А водить БТР, ну, это можно медведя научить. С детства он писал стихи, пел песни под гитару. Теперь именно в своих песнях он говорит о том, о чем невыносимо вспоминать в обычном разговоре. По высокой, высокой траве Я пройду в полный роз, Полный грудью вздохнул воздух этих полей, Мы давно позабыли на вкус. Клип по высокой траве Алексей Филатов записал с группой «Любы». Перед концертом к нему в гримерку заглянул актер Гоша Куценко, который однажды, правда, только в кино, на своей шкуре испытал, что значит быть спецназовцем. Это был 90-й год, по-моему, да, это первое кино. Моя первая картина была «Человек из команды «Альфа»» называлась кино. Камера, мотор начали. Значит, взрыв был такой, что оторвало передний мост у машины, и она улетела, ударилась об стену. Я подскользнулся на первой же ступеньке, и благодаря... остался живым, благодаря свере этому, я съехал с огромной стальной лестницы тюремной вниз. Горбунов увидел себе этот ужас, очень тихонько, осторожный командир. Пошел пешком, двоих «Альфовцев» не выпустили, просто толпа, они не смогли выбежать. Два «Альфовца» спрыгнуло, ну, это не бойцы, а актеры. Один упал, сломал руку и остался лежать. Только один добежал до крыши, распахнул дверь, вытащил водителя. Это был настоящий, как сказать, очень сильно ударил по голове автоматом. Посмотрел в камеру и сказал, снято. И это не было ничего видно, потому что по команде и начали, очень сильный был взрыв, и все заблокло дымом. Актеры быстро поняли, чего не стоит искать в службе в прославленной «Альфе», так это романтики. Они, рожденные в конце 60-х, слышали только легенды, которые пересказывали полушепотом. О блестящем взятии Дворца Амина в Кабуле, о безупречной организации безопасности на Московской Олимпиаде, когда немногочисленных диверсантов вычисляли и брали без шума и пыли, едва не успевали покинуть трап самолета. Как же было тут не появиться романтическому ореолу? Там на войне камеры нету. Там не будут снимать, как ты умираешь. Там красивые фразы в эфир не выбросишь. Там нужно просто делать свою работу ценой в собственной жизни, потому что ты знаешь, ради чего ты это делаешь. Но легенды возникают не на пустом месте. Мировая известность бойцам «Альфа» принесло взятие штурмом Дворца Амина в 79-м году. Хафизала Амин, совершивший военный переворот в Кабуле, убил предыдущего руководителя Афганистана Тараки, начал вести с СССР двойную игру. Тайно готовясь разместить в Афганистане американские военные базы. Кремль решил сделать ставку на другого лидера, Бабрака Кармали. Резиденцию президента Афганистана, оснащенную оружием лучше любой крепости, было приказано взять штурмом. Нам не объясняли, зачем мы поедем. Нас просто по тревоге подняли. Одели на аэропорт Чикалово и высадились уже в Афганистане. Нас завезли, где стоял мусульманский батальон. Вот в этом батальоне мы находились, были в афганской форме, и выходили. Мы нарекотировали в бинокль и все смотрели, где были объекты. Ну, смотрели, где, с какой стороны, что, чего. 27 декабря группа советских диверсантов проникла в подземные коммуникации и уничтожила телефонную связь по всему Кабулу. В 19.30 начался штурм. Снайперы сняли часовых. Зенитные установки открыли огонь по дворцу и афганским танкам. Дворец стоял на холме, высотой примерно 60 метров. И БМП с бойцами «Альфа» и спецназа «Гру» приходилось двигаться вверх по серпантину. Там у нас уже встречал плотный огонь. Одну машину подбили, вторую. Ну, мы выскочили быстро и в здание. Должны были с той стороны, с этой стороны. А получилось, где подбили там. И потом уже внутри соединились на первом этаже. А зачистили первый этаж и стали подниматься на второй. Уже во время штурма Хафизул Амин попытался договориться о помощи советскими военными частями. Операция была проведена столь секретно, что он и не догадался, с кем сражается его охрана. Наши бойцы были одеты в афганскую форму, и только белая повязка на рукаве до пароль «Отзыв» «Яша», «Миша» помогали не перестрелять своих в горячке боя. Воюем числом, а умением. Это суворовское наставление наш спецназ усвоил блестяще. Всего за 40 минут 660 бойцов «Альфа», спецназа «ГРУ» и специального мусульманского батальона сломили сопротивление 2000 отборных гвардейцев президента Афганистана. Во время штурма погибло 20 российских спецназовцев. Среди них два бойца «Альфа». Афганцы потеряли 200 человек. Остальные сдались в плен. Там еще дикая дивизия танковая шла. Ее десантники уничтожили. С тех пор прошло 35 лет. Сегодня на вооружении «Альфы» находится уникальное оружие и спецсредство. Бесшумные пистолеты, винтовки и автоматы, в том числе способные стрелять под водой, все изготовлены по специальным заказам. «Альфа» используют пуленепробиваемые сферы, шлемы с забралом и устройствами спецсвязи. Бронежилеты из титана и высокопрочного кевлара. Материала в пять раз неуязвимей стали. Находясь в укрытии, бойцы могут обследовать цель с помощью специальной оптики и, не рискуя собственными жизнями, уничтожить противника с помощью робота с дистанционным управлением. На самом деле, все самое современное оружие, оно присутствует не только отечественного производства, но и иностранного. Поскольку ситуации возникают разные, и какое оружие будет в руках у сотрудника, это только богу известно. Но самыми успешными считаются операции, при которых заложники освобождаются без применения оружия, просто с помощью переговоров. 7 июня 1991 года, всего в нескольких метрах от Кремля, на Васильевском спуске, один из пассажиров экскурсионного Икаруса приставил нож к шее 7-летней Маши Пономаренко и заявил, что берет в заложники весь автобус. После длительных переговоров террорист отпустил свою жертву. А затем, в результате молниеносно проведенной операции, был обезврежен. С помощью переговоров, конечно, удалось, как бы, были дети отпущены, но в любом случае произошел штурм автобуса, без силового воздействия не обошлось. Вот только с началом 90-х подобных безупречных операций все меньше. И Альфа, не потерявшая ни одного бойца за всю афганскую кампанию, в новой необъявленной войне стала нести потери. Я преклоняю голову перед нашими молодыми сотрудниками. Они сегодня знают, что есть погибшие, есть раненые, есть контуженные. Но в любом случае они идут в подразделение, поскольку выбрали профессию защищать Родину, быть военным. Каждый год на Николо-Архангельском кладбище собираются бойцы, чтобы помянуть тех, кому не помог ни опыт, ни тренировки, не самая современная защита. Ведь заговоренных среди них нет. Ну а вот здесь вот недавно погибшие тоже ребята перед Олимпиадой, по всей видимости, делали зачистки на предмет уничтожения террористов. Благодаря им Олимпиада прошла на высочайшем уровне. Вот светлая память им, что дав своей жизни, они, как говорится, сделали Олимпиаду. Казалось бы, кто должен стремиться в Альфу? Отчаянные парни, озорные любители приключений, как в песне Владимира Высоцкого. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие в бой, дайну слова приказ на значение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. Я изначально вообще мечтал стать актером, класс до седьмого. Пошел даже в театральную студию, а потом в классе в девятом, у меня в городе, я сам в Сладимирской области, город Александров, в моем городе организовали военно-патриотический клуб «Сокол». Виталий Азиненко родился в 86-м году. Он увлекался историей. Однажды даже победил на конкурсе «Умники и умницы». Поступил в школу искусств. Так хотел рисовать. Затем детский театр, встречи и любимая роль старшины Васькова в спектакле «О зоре здесь тихие». Пока война понятна, а когда мир будет? Будет понятно, зачем вам умирать приходилось. Что ответят, когда спросят, что же это вы, мужики, мам наших, от пуль защитить не смогли? Я думала, он в МГУ на ИСТФАГ будет поступать. И либо в ГИТИС характерная роль, вот у него очень все получалось здорово. Душу вкладывал, искренний очень человек. Вот 11 класс, и он сказал, я мечтаю быть офицером. Не странно ли, характер этого парня формировался в то время, когда армейская служба стала, пожалуй, наименее почетной за всю российскую историю. Когда многие офицеры стеснялись носить военную форму. Смотришь это интервью с тогда еще курсантом Голицынского пограничного института ФСБ России и удивляешься. Почему Виталий не поддался тем настроениям 90-х? Профессия военнослужащего – это одна из наиболее почетных профессий, достойных. Это издревле, с покон веков, самая почетная профессия, считалась военнослужащим. О том, что после окончания пограничного института Виталий был зачислен в спецподразделение «Альфа», матери он рассказывать не стал, не хотел волновать. Будущей жене представился философом. Впервые они встретились 9 мая на Поклонной горе. Теперь Вика и ее друзья приходят сюда каждый год, чтобы вспомнить о Виталии. И тогда Виталий мне попросил научить его танцевать вальс. И потом мы эту вальс танцевали у него на выпускном. И в этот же день он мне показал свое удостоверение. Он мне вообще перед нашей свадьбой часто говорил, «Ты понимаешь, на что ты идешь? Ты понимаешь, что со мной может случиться все, что угодно?» И мать, и жена были уверены, с их Виталием ничего не случится. Так спокойно он говорил о своей службе, так был уверен в своем отряде и в самом себе. Каждое утро, уходя из дома, целовал жену со словами «Иду на работу». Какие задачи ему предстоит выполнять, не рассказывал. Когда отправился в свою последнюю командировку, ни у кого в семье даже дурного предчувствия не возникло. Я почему-то всегда верила. Понимаете, с верой в Бога ты ко всему проще. Ну, в плане того, что веришь, что это должно быть все хорошо. Мы незадолго до гибели с Виталиком общались. Я как-то у него один раз задал ему вопрос. Не боишься ли ты, Виталик, вот так вот, что-то случилось? Отшутился, сказал, что все будет хорошо. И на этом наша тема для разговоров была закрыта. Виталий Зиненко погиб при задержании лидеров одного из наркокартелей. Это он 30-го погиб, а 1 мая того года вот там пришло очень много людей. Они когда сказали, я даже не поверила. И знаете, как-то они вот говорят, а у меня в голове вообще это даже не складывается, не укладывается. Как-то сейчас даже не верится. Настолько, знаете, вообще он живой-живой. В комнате Виталия родители ничего не стали менять. На своем месте портрет Александра Суворова, любимого полководца Виталия. Вот этот портрет мы ему подарили на 25 лет, на день рождения. И он был очень-очень рад. Говорит, я в кабинете у себя повешу его, пусть пока тут повисит. Сам погибай, а товарища выручай. Он всегда помнил эту поговорку. Когда Виталий погиб, Вика ждала ребенка. Однажды во сне она увидела мужа, который сказал ей, что у них будет девочка. И попросил назвать ее Александрой. В честь Суворова. Вика расплакалась. Я верю в то, что его душа с нами. И это ощущается. Он мне часто во снах снится и говорит о том, что он жив. Говорит о том, что у него все хорошо. Похоронить себя он просил здесь, на Николоархангельском кладбище, где лежат и другие герои Альфы. Те, кто был убит при штурме дворца Амина. Те, кто выносил из Бесландской школы детей. И те, кто погиб в неизвестных нам операциях Альфы. Чтобы мы жили. До конца мы не осознали, что ребенка нет. Год пробежал как один день. И мы все надеемся, что он позвонит, что приедет, просто находится в командировке. Глядя на ряды этих могил, невольно возникает вопрос. Почему в 70-е годы бойцы, бравшие суперукрепленные объекты, буквально с потери нескольких человек, теперь гибнут десятками? Просто к концу 80-х Альфа начинает привлекать к выполнению несвойственных ей задач. Политикам вдруг стало удобно прикрывать бойцами группы свои ошибки. Сергей Гончаров начал служить в вооруженных силах СССР. Закончил уже в российских. Альфе он отдал 15 лет. По меркам спецназа целую жизнь. Когда развалился Советский Союз, не было той, как мы называем, горячей точки, в которой бы мы не побывали. Кто же Карабах, кто же Душанбе. Все это было на нас. И пытались нами заткнуть все те зияющие раны, которые образовались на огромном пространстве могучего в то время Советского Союза. Мы это все прекрасно понимали. В ночь с 12 на 13 января 91-го года две колонны советской бронетехники при поддержке бойцов Альфы были переброшены к зданию вильнюсской телебашни, вокруг которой проходил многотысячный митинг с требованием конституционных реформ. Войскам был дан устный приказ. На что он? Мы потеряли нашего одного офицера. То потом, после того, как поднялся вот эта, как говорится, вся ситуация, наш Горбачев Михаил Сергеевич заявил следующее, что он Альфу туда не посылал. И вообще в этой ситуации он вообще ни в чем не повинен. И получилось так, что мы сами якобы туда вылетели и провели ту операцию, о которой сейчас до сих пор говорят. Вскоре был август 91-го. Противники ГКЧП заняли оборону в Белом доме. К ним на поддержку пришли тысячи москвичей, окруживших здание живым щитом. 19 августа люди уже строили баррикады, разбирали камни мостовой для отражения намеченного, по слухам, на 16.00 штурма. В нем должна была принимать участие Альфа. Но опять, как и в Вильнюсе, на основе устного приказа, подписать такой приказ никто не решался. Мы эту операцию разработали, но понимали, что, еще раз говорю, что это будет большой кровью. И взять на себя смелость, это решить только за нас, отдавать этот приказ своим подчиненным, мы просто морально не могли. Была дана команда каждому командиру провести офицерское собрание со своими подчиненными, чтобы каждый высказал свое мнение, как поступить. После того, как примерно минут 40-45 это совещание наши офицеры, командиры провели, они пришли в кабинет и доложили, что 100% ситуации, а оперсостав, который находится на боевом дежурстве, считает, что на сегодняшний момент это задание выполнять они не будут. Понимая, что никто не хочет на себя брать кровь, никто не хочет развязывать гражданскую войну, Прошло всего два года, и уже осенью 93-го президент России предъявил альфовцам ультиматум. Либо они штурмуют Белый дом, в котором находилась оппозиция теперь уже новому президенту, либо полное расформирование группы в течение суток. В ответ офицеры промолчали. В 93-м году получилось наоборот. Сидели другие, и Ельц заставлял наше подразделение вместе с Вымпелом нападать на Белый дом. В то время Геннадий Николаевич Зайцев командовал подразделением, принято было решение, которое все сейчас говорят, что оно действительно реально было и правильно. И тут руководство Альфы самостоятельно решило попытаться бескровно завершить противостояние. На переговоры к защитникам Белого дома пошел подполковник группы, назвавшийся Володей. Кто-нибудь высунь здесь в одно! С вами будет говорить подполковник группы Альфа! Фамилия его до сих пор нигде не была опубликована. Таково правило Альфы. Действующие сотрудники должны быть в тени. Офицеры, три наших офицера вышли к Белому дому с флагом белым, сказали, что мы хотим провести переговоры, мы получили приказ на штурм, вы представляете, кто мы такие и что будет. Подполковник гарантировал депутатам и их защитникам безопасный выход из здания Белого дома под прикрытием группы Альфа, которая организует живой коридор из своих бойцов. За 20 минут подполковнику удалось уговорить людей с оружием сдаться. Благодаря этому они и сотни других остались в живых. И в 91-м году, наверное, особенно в 91-м году, никто не хотел быть тем подразделением или теми людьми, которые первые возьмут на себя кровь людей, которые находятся у Белого дома. Когда мы переговорили с летчиками о том, что они должны были, вертолетчики, подняться в воздух и постараться обстрелять Белый дом сверху, вертолетчики заявили, ой, мы не можем этого сделать, у нас снаряды не управляем, могут попасть в американское посольство, а мы не хотим развивать Третью мировую войну. Ну, все понимали, что они просто ерничают, просто никто не хочет этого делать. Когда альфовцы уже вышли на переговоры с защитниками Белого дома, один из их бойцов был убит выстрелом неизвестного снайпера. Это была провокация, на которую альфа нашла в себе силы не поддаваться. Сейчас уже многие ушли и своей смертью, поэтому они тоже были вместе с нами в определенных местах. Когда приезжаем, вспоминаем, что сидел рядом, был здесь, ходил, дышал, человека не стало. Прослужил в подразделении, прошел без ранений, а жизнь его все же не пощадила. Владимир Тарасенко, ветеран группы А, тоже был в те дни у Белого дома. До этого штурмовал Кабул, воевал в Афганистане. Позже антитеррористические операции в Буденовске и Первомайске. Ни одного ранения, при этом огромная рана в душе за тех, кому повезло меньше. Забыть о тех кошмарах помогают природа, рыбалка и истории бывалых. У нас в Москве на базе, где мы находились за Москворечь, постоянно присутствовал БТР, и мы даже, ну, более опытные ребята, по четвергам выгоняли его, чтобы он не заставился, если придется по тревоге выезжать, и обкатывали его по Садовому кольцу. Бывали нюансы, что машина настолько тяжелая, что заметить, что ты наехал, как-то немножко наехали на таксист, а тот бедный там пассажир убежал, таксист вообще был в прединфарктном состоянии. Владимир Тарасенко посмеивается. Все альфовцы не любят ходить на охоту. Стрельбы хватает и во время службы. Когда выезжаешь на рыбалку, просто отключаешься от всего и отдыхаешь. Не думаешь. На самом деле вода, правильно говорят, успокаивает вода, пламя. Владимир Тарасенко организовал даже своеобразный чемпионат по рыбной ловле среди группы А. Едут даже те, кто никогда и не ловил. Просто повстречаться, побывать в коллективе. Традиционно после зимой выезжаем, есть база. И вот мы туда на 23 февраля большой компанией выезжаем на рыбалку. Альфа – это боевое братство, боевой орден, однажды в ступе в который ты на всю жизнь остаешься в группе А, даже если физически уже не можешь сражаться. У нас одна группа крови. Группа крови – это группа А. То есть где бы ты ни был, если ты служил в группе А, ты мой брат, мой друг, и я всегда к тебе готов помочь. Вот это мы ценим и этим очень дорожим. Как принято в настоящем братстве, своих альфовцы не бросают. Ни на поле боя, ни в жизни, где иногда приходится потуже, чем в бою. Специально для помощи бывшим сослуживцам и была создана ассоциация ветеранов Альфы, чтобы помочь вновь встать на ноги, вновь найти свое место в жизни. Помогла она и Сергею Бугайцу, который после ранения в голову под Аргуном очнулся в московском госпитале полностью парализованным. Как он узнает позже, шальная пуля попала ему прямо в висок и прошла через мозг практически до самого затылка. Врачи ее извлекать не решились. Да и не беспокоит она, отмахивается Сергей. О плохом лучше не вспоминать. Когда был в общей палате, когда уже я увидел теплую руку жены, помощь, поддержку со всех сторон, этих чудесных медсестр, настолько я увидел любовь человеческую к больным людям. Это не передать до конца своих дней, не забуду. А потом, когда уже начал постепенно подниматься, сначала сидел, потом уже первые, когда поставили вертикальное положение, тогда уже мир пил глазами, совсем по-другому уже встал у меня. Так шли год за годом. И у Сергея появилась мечта – вновь сесть за руль автомобиля. Но как это возможно? Даже после усилий лучших врачей, которых смогли найти друзья, левая рука, да и вся левая часть тела оставались неработоспособными. Хотелось начать курить, но не для того, чтобы себе навредить здоровью, а просто, ну, а что, уже инвалид, там сам себе мысль такая глупая. Ну, что уже терять, уже все равно назад не воротишь время. А потом, как-то стоп, какой курить, какой пить. У тебя сын растет, у тебя дети растут, тебе надо жить дальше, развиваться. Друзья помогли приобрести специальный автомобиль с автоматической коробкой, которым можно было управлять только одной рукой и ногой. Очень страшно. Я выезжал, отзирался. А потом, буквально один день поездил по закоулочкам городским и понял, что это мое. В Абхазию ездил уже сколько раз. Отсюда, от дома, реально, вот семью собрали и поехали в Абхазию отдыхать. Походили границу, также таможнюю, и купался, как Чапаев, одной рукой. Сергей не сомневается, его выздоровление – настоящее чудо. Чудо веры и любви. Жена Яна стала его ангелом-хранителем. Ну, а жена – это отдельная тема. Это, конечно, не просто боевая подруга, это человек, тем более мы с ней, венчанный в храме. А венцы, когда одевают нам, это именно венцы своего рода мученические одевают. То есть вот это уже была проверка нам на вшивость, что она не была со мной до конца. Когда мы приехали в Краснодар, то на перроне стояло все подразделение. Они встречали Сережу, который сказал, я выйду без палки. Он вышел в этой альфовской кепке. Его слегка поддерживали, чтобы он не упал. А ребята все стояли полностью, все в амбандировании, с оружием. Машина прямо на перроне. Ну, такое грандиозное зрелище, бедная проводница разрыдалась даже. Каждое утро Сергей теперь начинает с молитвы. Благодарит Бога, что дал ему еще один день жизни. Потом везет жену на работу и сюда, в ассоциацию ветеранов группы Альфа. Он встречается в школах, на спортивных соревнованиях и в военно-патриотических обществах со всеми еще юными ребятами, чтобы рассказать им простую истину. Есть такая профессия – Родину защищать. И, как знать, может, среди них тоже найдутся парни с группой крови Альфа. Бойцы антитеррористического центра ежегодно проводят свои чемпионаты, чтобы назвать лучших. Победителям предстоит защищать бренд Альфа уже на международных состязаниях. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, мы приехали из России. Представляем команду Федеральной службы безопасности. На последнем чемпионате в США «Супер Свет» команда управления ААЦентра спецназначения ФСБ России взяла первое и второе места и получила звание лучшей международной команды. И мы знаем почему. У них одна группа крови. Альфа. Продолжение следует...